Вот объявление, в нем написано, пропала собака по кличке Джек, прошу вернуть за вознаграждение. Далее хозяин с любовью перечисляет приметы любимого пса и указывает номер телефона. А эти собаки оказались на улице потому, что хозяин просто избавился от них, выгнав из дома. Что ждет этих псов? Либо они умрут с голода, либо окажутся в приюте для бездомных животных. Вы когда-нибудь слышали, как лают одновременно 700 голодных собак? Я слышала, в приюте для бездомных животных возрождение. Страшно и больно. Больно от того, что глобально помочь решить эту острую проблему не получается. Хотя ребята нашей школы приняли активное участие в благотворительной акции «Доброе сердце». Закупили и привезли в приют большое количество корма для собак и кошек. Именно здесь, в приюте, понимаешь, как много вокруг жестоких людей. Мне было страшно. Сегодня он выгнал из дома своего пса. А завтра мы познакомились с хозяйкой приюта. Пять лет назад на голом энтузиазме она занялась этим благородным делом. Наш приют переживает не самые хорошие времена. Не хватает кормов, животных 700. И получается, что я зашла к вам в школу, чтобы попросить у учеников помощи в поддержку приюта собрать немного хотя бы корма. Сегодня, получается, мы сразу быстро откликнулись. Приехали и привезли на очень много корма. Спасибо вам огромное. Приют «Возрождение» находится в Ахместрово. Каждый добрый человек, школы, организации могут оказать ему посильную помощь, купив корм, собрав теплые ненужные вещи и одеяло для утепления вольеров. Магазины, например, могут помочь просроченными продуктами. Мы спросили у ребят, как их встретили питомца «Возрождение» и какое впечатление на них произвела эта поездка. Видели нас хорошо. Ну, видно было, что они были очень голодными, так как они два дня уже не кушали. Мы приехали. Ну да, выгляделись. Ну, конечно, было жалко собак. Там было 700 собак. Все голодные, замерзшие, все дорожат от холода. Было очень жалко. Не страшно. Не страшно, да. Эта поездка тронула меня до глубины души. Я вдруг вспомнила про объявление, которое прошло недавно. Решила позвонить хозяину потерявшегося пса и узнать, не нашел ли он свою собаку. Алло, здравствуйте. Вы давали объявление про пажу собаки? Что, уже нашлась? Я очень рада. Поздравляю.